Этот фильм освещает темы, которые могут задеть чувства определенного круга зрителей. Фильм содержит некоторые интерпретации исторических фактов. Приведенные здесь выводы являются спорными. Фильм основан на подлинных данных. В конце 15-го, начале 16-го веков жил один необыкновенный человек. Изобретатель, художник, мечтатель. Его открытия опережали свою эпоху. И кое в чем даже нашли. Его гениальность проявлялась во многих сферах деятельности. Он был инженер, архитектор, философ. И изучал все известные в то время науки. Несомненно, тайная сторона его жизни вызывала большой интерес. Это темная сторона интригующих тайн и малопонятных открытий, загадок, которые буквально пронизывают жизнь Леонардо да Винчи. Архивы да Винчи. Теневая сторона выдающегося человека. В конце 19-го века в Париже были найдены страницы древнего манускрипта. Одна их особенность говорила о том, что созданы они человеком, работы которого были найдены в Лондоне, Вене и Милане. Эта особенность – лихорадочный зеркальный почерк, когда слова пишутся справа налево, что стало отличительной чертой трудов Леонардо да Винчи. Когда эти 500 страниц были расшифрованы, тысячи загадок о Леонардо да Винчи словно вырвались на свободу. Каждая черта его личности раскрывалась неожиданным образом. Он оказался далеко не христианским художником. Его толкования священных событий полны языческого символизма, даже работы, заказанные церковью. Найденные страницы раскрыли множество оттенков его индивидуальности. В 1452 году здесь, в провинции Тоскана, родился гений Леонардо да Винчи. Его встреча с церковью была неизбежна. В то время церковь являлась основной покровительницей художников, кем и был Леонардо да Винчи. Некоторые его работы считаются явным отображением известных фрагментов Нового Завета. А теперь начинается волшебство. Сотни лет эта картина имела христианское толкование. Иисус собирает на ужин своих учеников и объявляет о предательстве Иуды. «Тайная вечеря» скрывает множество тайн. Ересь – загадки тайной вечери. Святая чаша, наряду с хлебом, вином и крестом, является символом христианства. Чаша изображалась различными способами. Вокруг нее сложилось множество легенд. Она – символ христианства и наследия Иисуса. Но если посмотреть на «Тайную вечерю», картину, сюжет которой взят из Библии, то видно, что чаша отсутствует. Где же она? Если мы внимательно посмотрим на картину, то увидим изобилие хлеба. Изображения небольших чаш и блюд пострадали от времени. Поскольку хлеб и вино считаются священными, перед образом Иисуса мы видим стеклянный сосуд, тарелку, пиалу, несколько кусочков хлеба и большое пустое блюдо. Отсутствие чаши – едва ли невинная небрежность. Это одна из тайн, которые скрывает «Тайные вечери». Почему Леонардо не изобразил святую чашу? Представим, что чаша вообще не существовала. Что в Евангелии – это просто метафора, некая идея, которую Леонардо и пытался изобразить в своей работе. Это может иметь и другое значение, не связанное с физическим объектом. Возможно, картина рассказывает нам другую версию жизни Христа. Лишь некоторые писания эпохи Иисуса рассказывают историю его жизни. Кроме четырех книг Библии, Евангелия от Матвея, Марка, Луки и Анна, существуют и другие, также написанные первыми христианами. Это так называемые агностические или апокрифические Евангелия, которые были отвергнуты церковью, как ересь. Они повествуют историю, которая отличается от той, что признана церковью и которая изложена в священных писаниях. Церковь их порицала, отвергла и изъяла из Библии. Эти тексты раскрывают неизвестное и изображают Иисуса совсем другим человеком. Очевидно, что отсутствие чаши в тайной вечере Леонардо хотел что-то сказать. Несомненно, образ чаши имел для него другое значение, что значит содержать кровь Христа. Может, оберегать царскую кровь, которая могла проявиться в потомках Иисуса. В 1099 году Готфрид Бульонский возглавил первый крестовый поход. Преодолев крепостные стены Иерусалима, он истребил сарацинов, захватил город и присвоил себе титул защитника гроба Господня. Некоторые теории утверждают, что Готфрид Бульонский знал о том, что его род происходит от Христа. Чтобы сохранить эту тайну и найти ей неопровержимые доказательства, он основал Орден Сиона, чьей миссией было найти документацию, потерянную в руинах святого города. Доподлинно неизвестно, о чем именно говорилось в этих документах, но теория, которая породила огромное количество легенд, утверждает, что в развалинах Иерусалима рыцари-тамплиеры нашли документы, которые ссылались на запрещенные Евангелия и давали иное описание жизни Иисуса. Согласно этому описанию, Иисус и Мария Магдалена были женаты. И, что еще более ошеломляюще, имели сына. Тогда святую чашу можно представить в виде утробы женщины, прекрасной чаши для содержания и развития семени царского потомка, точнее, потомка Иисуса. Таким образом, этот искусный художник изображает чашу в символичной форме, взяв за основу образы тайн-тамплиеров. Так, граалем может служить утроба Марии Магдалены, в которой хранится кровь Иисуса, или, другими словами, его потомство. Святой граалем в переводе со старо-французского означает царская кровь. На Тайной Вечере все апостолы имеют мужественные черты лица. Однако, при более тщательном рассмотрении, образ Иоанна, склонившего голову, выглядит довольно женственно. Его черты и положение тела тоже женственные. Следующие факты подтверждают это. Цвета одежды Марии Магдалены и Иисусу схожа, но по-разному сочетаются. Они дополняют друг друга. Они демонстрируют противоположность и общность. Сказать, что Леонардо изобразил Марию Магдалену, а не апостола Иоанна справа от Иисуса, смелый шаг. Мы вынуждены более внимательно изучить роль этой женщины в Евангелии. Теория о том, что Мария Магдалена была проституткой, как говорится в Святых Писаниях, далека от правды. Правда в том, что у нее были близкие отношения с Иисусом, более близкие, чем говорится в Писаниях. Она была одной из женщин, стоящей у подножия креста. Во всех четырех Евангелиях говорится о том, что она первой приблизилась к пустой гробнице в день Его воскресения. Поскольку католическая церковь не желала, чтобы выявились истинные отношения между Иисусом и Марией, Леонардо скрыл это послание в своей работе. Все указывает на то, что библейский эпизод, изображенный до Винчи, был взят из агностических текстов, о существовании которых многие христиане даже не подозревали. Леонардо да Винчи одержимо работал над своими творениями. Он проводил измерения, использовал параллели, диагонали и формулы. Поскольку в каждой своей работе он использовал скрытые линии, можно допустить, что прямые, образующие букву «М», не простая случайность, а обозначают Мария Магдалена. Неужели угол между двумя этими персонажами символизирует чашу? Обозначает ли это, что Мария носила под сердцем ребенка Иисуса? Обратите внимание на позу изображенных, на их близость, доверие, которое их объединяет. Апостолы презирали Марию Магдалену и требовали, чтобы она спросила у Иисуса, кто, по его мнению, предал его. Вероятно, она смиренно и терпеливо выслушала их. Возможно, она знала, исходя из поведения этих людей, их мимики, жестов и рьяной преданности, что у них был кинжал. Для католической церкви рука, держащая кинжал, символизирует неизбежное предательство Иуды. В произведении Леонардо нож изображен в руке Петра, который разрезал хлеб. Тем не менее, если мы внимательно посмотрим, то увидим часть руки, не принадлежавшей Петру. Мысленно проведя линии, можно решить, что это рука Марии Магдалены, но рука слишком длинная. Было бы абсурдным считать, что Леонардо да Винчи, мастер пропорций и создатель витровианского человека, мог ошибиться с расчетами в одной из своих главных работ. Необычное изображение кисти Петра, расположенной в шее Марии, имитирующей лезвие ножа у горла. Петр, основатель католической церкви, олицетворяет собой политическую власть. Мария, жена Иисуса и мать его детей, представляет собой духовное наследие и божественную власть. Возможно, Иисус был и человеком, и святым, или просто человеком и святым грешником. Находясь под покровительством церкви, Леонардо да Винчи рисковал всем, представив версию Евангелия, которая отвергалась церковью, заказавшей ему картину. Скорее, это была насмешка, а каждый поступок Леонардо имел смысл. Согласно секретному досье, загадочному документу, найденному в Национальной библиотеке в Париже, Леонардо являлся великим магистром Приората Сиона, организации, существующей и по сей день. Леонардо да Винчи был великим магистром Приората Сиона, наследником тамплиеров, хранителем отвергнутой истории Иисуса и наследия Святого Грааля. Будучи художником, он мог обмануть небеса, но не себя. Поэтому его истинная вера пронизывает всю его работу. Хотя позднее он скрывал это и даже отрицал, но сказанное сказано, и как художник он говорил, глаз для наслаждения красотой мира. Живопись нечто превосходное и неумирающее после своего рождения. Я Леонардо да Винчи. Мы вместе начали раскрывать загадки, которые оставил нам гений Ренессанса Леонардо да Винчи. Вы осмелитесь отправиться дальше по пути множества вопросов? Иоанн Креститель. Случайно или намеренно оставленный в стороне персонаж? Почему Святые Писания умалчивают о человеке, объявившем о приходе Иисуса? Почему Леонардо часто изображал его? Что он хотел этим сказать? Святотатство знак Иоанна. Странный евангелический персонаж, одинокий и изолированный, редко фигурирующий в Библии и будто не относящийся к ней Иоанн Креститель. А в ранних версиях Евангелия он встречается довольно часто. Чудесным образом он родился у 80-летней женщины. Иоанн Креститель крестил Иисуса, сам избрал свой путь и имел последователей. Он не стал учеником Мессии. Согласно Святым Писаниям они встретились, когда Иисус, чувствуя стремление к пророчеству, все еще искал свой путь. В пустыне Ордана Иисус встретил Иоанна Крестителя, выслушал его и публично крестился. Иоанн загадочный, одинокий и замкнутый персонаж. Он отдал жизнь за Мессию, который его проигнорировал. Когда Иоанн был арестован царем Иродом, то он ждал Иисуса, но Иисус не пришел. Однако Иисус из Назарета не начал проповедовать, пока Иоанн не умер. Иоанн Креститель трагически погиб от рук Ирода. Под гипнозом танца Соломеи царь стал заложником своего обещания. «Проси, что хочешь», сказал он танцовщице. «Хочу голову Иоанна на серебряном подносе», ответила она. Католическая церковь подвергла гонению последователей Иоанна как учеников Антихриста. Это ключевой момент. Для католической церкви и Инквизиции ересь распространялась от радикально демонических сект до отделившегося христианства. Не будучи богохулами или Антихристами, люди не следовали Ватиканской догме. Одна из таких сект проповедовала учение Иоанна. Почему люди боготворили его и почему это считалось ересью? Был ли Леонардо последователем Иоанна Крестителя? Ясно, но Леонардо очаровал пророк пустыни. Картина Иоанн Креститель писалась в течение четырех лет. Записи, подтверждающие заказ или оплату этой картины не найдено. Вероятно, воздать почести святому было личным порывом художника. Леонардо зашифровал в ней много тайных посланий, выражавших его симпатию секте, преданной Иоанну Крестителю. Узнаем, какое значение придавал Иоанну Крестителю Леонардо. Художник весьма искусно сделал невидимым святотатство. Его работу пронизывает неуверенность. Возможно, Иоанн превосходил Иисуса? Неужели мир неверно определил Бога? Кто был истинным Мессией? Обращенный к небу указательный палец Иоанна Крестителя, изображенный Леонардо да Винчи, означает клятву и благословение. Одним словом, он указывает на Бога. Это неудивительно, учитывая, что Иоанн Креститель святой. Но когда этот жест наряду с другими символами стал изображаться во всех работах Леонардо, даже не имеющих отношения к Иоанну Крестителю, его присутствие приобрело другие значения. Некоторые из них были далеки от общепринятых. Мадонна Мадонна в гроте творение, превратившее Леонардо в одного из величайших художников мира. На первый взгляд в ней нет ничего необычного, но мы проникнем в тайны картины, чтобы попытаться доказать, что в ней содержатся тайные послания, которые мы не можем расшифровать. Сюжет картины описывает события, когда Иосиф и Мария вместе и Иисусом убегают в Египет, спасаясь от царя Ирода, который приказал убивать всех младенцев моложе двух лет. На картине изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а также младенец Иоанн Креститель и ангел Урил. Здесь возникает вопрос, кто из двоих младенцев Иисус? Дева Мария, два младенца, святой Иоанн Креститель, Иисус и ангел изображены в гроте скалы. Отсюда название картины «Мадонна в гроте». Молодая Мария в темно-синем платье изображена в центре композиции. Образы связаны между собой взглядами, движениями, символичным языком жестов и позами. Каждый из этих элементов имеет разное значение в зависимости от занимаемого в положении. Расшифровав эти коды, можно определить, кто из двух младенцев в работе Леонардо и Иисус. Указательные средние пальцы руки младенца справа образуют жест, обозначающий благословение второго малыша. Следовательно, младенец справа от Марии и Иисус, обращенный к другому младенцу. Его сложенные руки выражают поклонение и согласие. таким образом младенец слева и Иоанн Креститель. Исходя из языка жестов, Иисус благословляет Иоанна Крестителя, который в свою очередь принимает благословение. Эта сцена не была бы такой необычной, если бы не прием, который использовал художник при написании этого сюжета. Довольно странно, что Иоанн Креститель находится под защитой Марии, которая с любовью смотрит на него. Другой женский персонаж Уриил. Согласно католической литургии, это ангел, опекающий Иоанна Крестителя. На картине Уриил находится позади Иисуса. Итак, Леонардо поменял местами фигуру младенцев, расположив Иоанна Крестителя на месте Иисуса, а Иисуса там, где мы ожидаем увидеть Иоанна Крестителя. Более того, рука Марии как бы угрожает Иисусу, которого она должна защищать. Кажется, что Уриил указывает на избранного Иоанна. Но кто на самом деле был избранным? Перемена мест дополняется другими деталями. В изобразительном искусстве существуют правила расположения святых в зависимости от их иерархии. Образ Иисуса должен находиться выше любого другого персонажа либо в центре картины, поскольку он был Мессией. Физически никто не может превзойти Спасителя, иначе это бы подразумевало, что есть некто важнее его. Однако в работе Леонардо Иоанн Креститель изображен выше Иисуса. Возможно, наше предположение неверное, и младенец рядом с Марии в действительности Иисус, а младенец рядом с Архангелом Уриилом Иоанн Креститель. Эта интерпретация совпадает с классической литургией, но в таком случае масштаб ереси еще больше. Иисус стоит на коленях, преклоняясь перед Иоанном Крестителем, который его благословляет. Леонардо всегда все предусматривал. Он не мог допустить небрежность. Для чего он намеренно создал эту путаницу? Что он пытался этим сказать? Все детали этой картины указывают на главное действующее лицо младенца Иоанна Крестителя. Иоанн размещен выше Иисуса. Уриил указывает на Иоанна как на избранного. Мария защищает Иоанна, а не Иисуса, которого она как бы сдерживает жестом руки. Центральная роль Иоанна Крестителя в картине «Мадонна в гроте» бросает вызов строгим религиозным принципам той эпохи. Эта деталь могла быть незамечена католической церковью. Однако могло выявиться, что Иоанн Креститель превосходит Иисуса и что Иоанн избранный. В итоге Леонардо написал другую версию картины «Мадонна в гроте», но через 20 лет после первой версии. Предположительно, чтобы убрать возникшую вокруг младенцев путаницу и разместить их в соответствии с правилами того времени. Тем не менее, новая версия картины не решила проблему. И снова Леонардо поменял персонажа ролями. Существуют некоторые необычные разгадки работ Леонардо. Поиск женского начала, потеря двух матерей, полное отрицание догмата, возвышение незаконорожденного, выходящее за рамки закона, носило для него особую важность и затрагивало его собственную жизнь. Отказ от него отца и крушение его семьи оставили глубокие шрамы в его душе и его искусстве. Катерина Катерине было 16. Необычная красота крестьянки очаровала Пьера да Винчи и он не мог устоять. Но молодой человек рассчитывал лишь на короткий флирт. В свои 24 года Пьеру следовал желаниям семьи. Он должен был выучиться на нотариуса и жениться на девушке своего круга. Когда Катерина сообщила ему, что беременна, он сказал, что должен жениться на Альбиере Амадоре, отец которой тоже был нотариус. В 10 часов 30 минут вечера 15 апреля 1452 года Катерина родила сына. В течение пяти лет ребенок жил в деревне. Его растила только мать, а отец, проживавший в одном из роскошнейших особняков, игнорировал его. Однако Альбиера жена отца Леонардо не имела детей и сильно привязалась к этому непоседливому крестьянскому мальчику с золотистыми гудряшками. Леонардо никогда не забывал ласки своей первой матери, эти воспоминания сопровождали его всю жизнь. Но Альбиера была его настоящей матерью, его любимицей, его мамочкой. Она научила его писать, она дарила ему любовь, и пока были силы, обучала. Но однажды мир юного Леонардо вновь разрушился. В 24 года Альбиера скончалась при родах. Леонардо было всего 11 лет. Его жизнь предопределили две женщины, но они были с ним недолго. Леонардо потерял обеих матерей в 11 лет. В течение всей остальной жизни он использовал кисть художника, чтобы найти женский образ, который он так рано утратил. Эта потеря сильно сказалась на художнике, в чьих работах преобладал образ девы. Невзгоды, пережитые в детстве, в сочетании с его мрачными убеждениями, четко отражены в его работе Дева Мария с младенцем и Святая Анна. На этой картине изображены Дева Мария и ее мать Святая Анна и два младенца. На руках Девы Марии и Младенец Иисус рядом с Анной и Анн Креститель. Картина, написанная на плотной бумаге, передает величественную и необычную красоту. Синеватый тон в изображении персонажей, размытый фон создают невероятно легкую атмосферу. Возможно, это является указанием на потерянный рай, которым является утроба матери. Интерес вызывает обращенный к небу палец Святой Анны как продолжение жесты Анны Крестителя, решительный, важный, серьезный знак. Он предвещает, указывает, предостерегает. Но в этом случае жесты Анны чрезмерно подчеркнут и передают необычайную решимость. Располагаясь непропорционально по отношению к телу Святой Анны кисть поднимается вверх, выделяясь из общей композиции и тем самым приобретая центральную роль. В руке младенца чувствуется невероятная сила, как будто Святой Иоанн Креститель и Святая Анна это один человек. Леонардо продолжал наполнять свои работы ошаломляющими символами. Жесты и еретические знаки в святые произведения искусства. Из Евангелия становится ясно, что отношения между Иоанном и Иисусом не были близкими, скорее сдержанными, если не напряженными. Иоанн признал Иисуса спасителем, но позднее в тюрьме он тщетно ожидал появления Иисуса, и его вера пошатнулась. Когда Иисуса спросили об Иоанне, он ответил, что он был старый винный бурдюк, непригодный для хранения молодого вина, то есть Слова Божьего. Иоанн был отшельником, а Иисус принимал подношения, достойные Сына Божьего. Христианская церковь преследовала приверженцев доктрины Иоанна почти до полного их уничтожения. Среди этих приверженцев были тамплиеры и другие секты, верные Иоанну. Всех их обвинили в ереси. Тайное общество, которому принадлежал Леонардо, утверждало, что первоначально Иисус был учеником Иоанна, но со временем они стали соперниками. Позднее апостолы, в частности Павел, закрепили за ним звание настоящего мессии. Известно, что Иоанну уважали, он был весьма популярен, и что его последователи основали свою церковь, о которой не упоминается в официальных документах. Тайные секты, преданные Иоанну Крестителю, Марии Магдалене и другим, непрерывно подвергались гонению инквизиции. Члены этих групп были вынуждены скрываться. Но многие сохранили свою веру, и для сохранения своих традиций образовали тайные общества. Эти общества объединили разных людей. Порой в эти группы входили члены католической церкви, влиятельные личности из мира политики, армии, аристократы и художники. В 15 веке эти секты прятались в лазейках веры, оставляя необычные, но узнаваемые знаки. Символы появлялись в самых опасных местах. Даже на алтарях, доминирующей церкви, будто направленный к небу палец, говорил, это было не так. Если мы просмотрим все картины Леонардо и посчитаем количество жестов Иоанна, нам станет ясно, что Леонардо составил в секте последователей Иоанна Крестителя. На картине «Тайные вечери» Иуда слева за Иисусом поднял указательный палец. Кажется, будто герои хотят сказать, «Помните Иоанна Крестителя». В поклонении в обхлов в центре картины присутствует едва заметный жест Иоанна. Для подтверждения подсознательного присутствия Иоанна Крестителя, не имеющего к сюжету отношения, на ней имеется великолепное прорисованное в деталях дерево, которое наводит на мысль о жести. Спокойные, одухотворенные люди вокруг него поклоняются не новорожденному, а корням дерева, рожкового дерева, символу Иоанна. Работа Леонардо часто содержит секретные коды, которые указывают на глубокие убеждения художника. Если бы эти символы были обнаружены, их сочли бы еретическими и назначили наказание. Едва различимые знаки и жесты избегали осуждающего взгляда инквизиции. Символы, которые сегодня искрятся на старинных картинах. Да Винчи использовал живопись в качестве языка, чтобы выразить то, о чем религия требовала молчать. Язык, который немногим суждено было понять, поскольку он не задержал слов. Это должно было быть таинственное, скрытое послание. Оно могло заключать тончайший намек на то, о чем мастер Леонардо в действительности хотел сказать. Малейшая ошибка могла обернуться несчастьем. И он знал, что если это произойдет, никакие его связи ему не помогут. Почти в каждой религиозной работе Леонардо жесты Анна и другой символ его присутствия, как бы вторая подпись автора, едва уловимый намек, постоянно напоминает нам о его истинных взглядах. Незаметный знак, подаваемый своим тайным соратникам. Возможно ли, что такой смелый и любознательный человек, как Леонардо да Винчи, человек, все подвергавший сомнению, вольнодумец, гермафородит, специалист по смесям и примесям, не увлекался алхимией? Сущность жизни, душа, определить точные пропорции всех – основное стремление алхимиков. Алхимия Леонардо и идеальная пропорция. Хотя алхимия умеренно и недвусмысленно отвергалась наукой с начала 4 века, одно лишь слово заставляет нас думать о тайных котелках, о дверях за семью печатями и хорошо охраняемых секретах. Слово «алхимия» буквально означает «черная земля», и корнями уходит в древние времена. Ее задачи во многом пересекались с современной медициной, биогенетикой и даже физикой. Проще говоря, алхимики пытались найти формулу для превращения любого металла в золото. Но это всего лишь метафора, скрывающая более глубокие проблемы. Некоторые основы алхимии встречаются в книге Платона Тимей. В ней греческий философ задается вопросом, из чего состоит Вселенная и кто ее создал? Ответ был таким. Вселенная и жизнь составляют 4 элемента. Огонь, вода, воздух и земля в определенных пропорциях. Однако сама пропорция есть пятый элемент, который служит для объединения всех остальных. Она душа и сущность жизни. Целью алхимиков было найти эту священную пропорцию. Одно лишь упоминание слова «алхимия» подразумевает духовный поиск, таинство, формулы трансформации. Область исключительно подвластную Богу. Ключ — это математическая формула, формула, которую Бог использовал для создания мира и человека. Секретная формула пропорций, благодаря которой можно найти эликсир долголетия, открыть тайны вечности, переселение душ. Леонардо посвятил свою жизнь поискам этой формулы. И одна из его самых успешных работ «Витровианский человек» — точное отражение его одержимости. В этой работе Леонардо отображает внутреннюю симметрию человеческого тела и Вселенной в целом. Столкновение противоположностей — один из основных принципов алхимии. Фигура Витровианского человека сводит вместе человека и Вселенную динамику и статику, квадрат и круг. Все составные части стремятся объединиться в одно целое. Возможно, чтобы избежать незавершенности. Леонардо да Винч. Не так уж это безрассудно искать тайные символы в работе Леонардо. Почти 550 лет спустя его послания все еще оставляют свои отблески, как бы подтверждая, что история отличалась от той, что нам известно. Что мы ничтожно мало знаем о свете. Что Бог присутствует как в цветке, так и под сводом собора. Туловище и четыре конечности Витровианского человека являются собой число пять, число, имеющее эзотерическое значение. Это число равновесия, среднее между небом и землей. Точное место. Этот рисунок рассматривается как пятиконечная звезда. В языческих культурах эта фигура изображалась как правильный пятиугольник, дохристианский символ, ассоциируемый с природой. Число пять также подразумевает гармонию мужского и женского начала. Инь и Ян на Востоке. Точная формула гармонии открывает нам состав равновесия Вселенной. Нечто могущественное, что управляет нами и дает нам жизни. Разные ингредиенты соединены вместе для создания уникального сочетания. Они соединялись, пока не образовалась магма. Алхимики искали этот рецепт огонь, вода, воздух и земля. И пятый элемент. Пять компонентов, составляющих Вселенную. Алхимия считалась ересью. Занятие, не признающее догмата, не избежало этого ярлыка. Несмотря на то, что алхимики стремились к знаниям. Алхимию стали называть темным искусством, чтобы подорвать к ней доверие и преследовать тех, кто ее практикует. Поиски души исключительно Божья прерогатива. Либо его представителей на Земле, церковных пасторов, хранителей добра и зла, членов всесильной церкви. Леонардо да Винчи исследовал главное создание Вселенной. Он хотел повернуть вспять процесс Бога и решил добраться до души посредством механики, смешать компоненты Вселенной и создать идеальную, живую машину. Его наставник, Вероккио, время от времени говорил, что хороший художник должен в деталях знать человеческое тело, знать, как двигается рука или мышца лица, когда текут слезы, или как со временем меняются черты лица. Но Леонардо вышел далеко за пределы анатомии. Он изучал мертвые тела в поисках следов последнего издыхания. С самых древних времен было запрещено прикасаться к трупам. Вскрытие находилось не только под запретом, но и считалось дьявольским действием. Католицизм, как и многие другие религии, не разрешали изучать бездыханные тела. Однако для Леонардо смерть была не страшным провалом в пустоту, а гармоничным завершением жизни. Леонардо считал тело, лишенное жизни, сломанным, но удивительным механизмом для изучения. Довинчи выяснил, что позвоночный столб состоит из 31 позвонка, а не из 30, как считалось ранее. Этот последний позвонок был очень важен для понимания человеческого позвоночника как общего целого. Он раскрыл тайну строения человеческого тела, но ни с кем ею не поделился, так как это была опасная информация, алхимическое уравнение, зашифрованное в холодном теле. Чтобы избежать проблем, Леонардо не признавал себя алхимиком. Он утверждал, что был мистическим ученым и натуралистом. Когда удовлетворенные власти оставили его в покое, его мольберт превратился в стол, его палитры в весы, полз в плавильную чашу. Рисунок ведьмы перед зеркалом мог практически считаться признанием Леонардо алхимиком. В нем молодая женщина смотрится в зеркало. При внимательном рассмотрении мы увидим очертания пожилого человека на фигуре молодой девушки. Не случайно эти очертания очень напоминают да Винчи. Этот эскиз не только демонстрирует представление о единстве, а также гермофродитизм, как верх совершенства всех созданий. Эти два создания сосуществовали в Леонардо. Взглянем на школу в Афинах, работу великого мастера Рафаэля, современника Леонардо. В этой картине Рафаэль придает лицу Платона характерные черты да Винчи и помещает его в центр картины как самую значительную фигуру эпохи. Рассмотрим детали картины соединения двух персонажей и исторических эпох. Рафаэль изображает Леонардо в образе Платона. Некоторые их черты совпадают, и это не случайно. Во-первых, рука, обращенная к небу, это явные жесты Иоанна Крестителя, которые Леонардо использовал для обозначения Иоанна Крестителя в своих работах, выражая свой тайный протест против догмата. Вторая деталь более заметна. Леонардо несет в руке книгу Тимей Платона, считавшейся Библией для алхимиков. В школе в Афинах Рафаэль отобразил дух Ренессанса. И что самое важное, это доказывает, что в кругу их современников и коллег знали, что Леонардо занимался тайной наукой алхимией. Хотя это было запрещено, но Леонардо продолжал свои исследования. Абсолютный запрет, религиозное табу, возможное обвинение в ереси. Этого было недостаточно, чтобы остановить его исследование. Знаменитый художник погружался в тайный мир, где он мог найти ответы на свои основные вопросы. Он был в согласии с Богом и искусством. Исследование было его предназначением, к чему бы оно его ни привело. Леонардо всю свою жизнь ввел поиски идеальной пропорции. На все, что он делал, влияли математика, музыка, геометрия, астрономия и даже наслаждение. Леонардо продолжал исследовать. Все тот же вопрос волновал его, каким образом, по какой формуле Бог создал человека и природу. У всего есть механизм. Все механизмы Вселенной можно воспроизвести. Не хватает только формулы. Леонардо да Винчи Мона Лиза Мона Лиза важнейшая работа Леонардо. Ни для кого не новость, что это самый знаменитый портрет в мире. Ее имя достигло самых больших высот в истории искусства. За время ее существования ее улыбка вдохновляла и воспитывала художников, а кроме того, увековечила своего создателя, мастера, своего дела. Тем не менее, один простой вопрос может изменить наше представление об этой картине. Где сейчас ее можно увидеть? Ответ кажется очевидна. Картина находится в Лувре, Париже. А что, если мы скажем вам, что это не так? Профанация. Секреты Мона Лизы. Картина была написана между 1503 и 1505 годами во Флоренции. Флорентийский торговец Франческо Джокондо заказал портрет своей третьей жены Лизы Герардини, которая была младше его на 20 лет. Они были женаты уже несколько лет. Биографы Леонардо да Винчи не смогли точно определить, почему художник стал так одержим Лизой. Но есть мнение, что его отношение изменилось, когда он узнал, что ей было 24 года. Как будто под действием какого-то загадочного снадобья Лиза перевоплотилась для него в Альбиеру, вторую мать Леонардо, с которой он был так счастлив в городке Винчи. Альбиера скончалась в 24 года. Возраст Лизы в этот момент. Возможно, каждый раз, когда Леонардо смотрел на Лизу, он видел в ней свою мать. Ясно одно, по какой-то причине художник никогда не расставался с этим загадочным полотном. Оно было рядом с ним до конца его дней. Спустя три десятилетия после смерти Леонардо, Базари первым называет картину Мона Лиза портретом Мадам Лизы. Знаменитый биограф рассказывает, что когда да Винчи покинул Флоренцию, он увез незаконченный портрет с собой в замок Клу во Франции, где провел свои последние дни. Однако, Антонио де Беатрис, посетивший Леонардо в замке в 1517 году, в своем путевом дневнике утверждает, что рядом с художником в его последние дни были три картины. Иоанн Глиститель, Святая Анна и портрет таинственной флорентийской дамы. Два рассказа явно противоречат друг другу. Спор никто не смог разрешить. Леонардо увез Моноли с собой во Францию или оставил незаконченный здесь, во Флоренции? Возможно, обе версии верны. И здесь одна загадка распадается на две части. Может быть, существует две картины с одинаковым названием? Одна утеряна, а другая в Лувре? Какая из двух настоящих Мона Лиза? Есть один удивительный набросок великого художника Рафаэля Санти, который подтверждает теорию о двух портретах. Рафаэль побывал в мастерской Леонардо во Флоренции, когда тот писал Монолиз. Под впечатлением от картины он сделал похожий эскиз. Этот рисунок имеет два отличия. Он выставлен в Лувре так же, как и портрет, написанный Леонардо. Во-первых, две колонны, расположенные по обеим сторонам от изображаемой фигуры. Второе отличие еще более заметно. Девушка на рисунке Рафаэля с четко отчерченной линией бровей. А у девушки на картине в Лувре отсутствует как брон, так и ресницы. Чтобы объяснить это, некоторые критики пытались доказать, что в течение двух столетий они стерлись из-за плохих условий хранения. Но это вряд ли могло произойти, поскольку рентгенологические исследования, проводимые в Лувре, определили, что данная картина сохранилась в превосходном состоянии и что на ней никогда не было ни бровей, ни ресниц. Две картины с одинаковым названием. Один незаконченный портрет молодой женщины с бровями и ресницами, о котором суждено было забыть, остался во Форенце. Второй законченный, представлен в Лувре. Те, кто отрицает возможность существования двух версий картины, не могут объяснить самые простые противоречия. При взгляде на образ Моны Лизы часто возникает вопрос о том, почему она выглядит как простолюдинка. В эпоху Возрождения писались портреты людей влиятельных или состоятельных, которые могли их оплатить. Фактически, на остальных картинах, написанных до Винчи, были изображены знатные женщины и придворные данные. Портрет был документом, заявляющим о высоком статусе и служил доказательством господствующего положения. Портреты писали только с тех, кто мог за них заплатить, следовательно, модель базировала в самых дорогих и роскошных одеждах. Трудно согласиться с тем, что Джоконда, городской торговец с высоким социальным положением, позволил увековечить свою жену как бедную женщину. И все же благородный вид Джоконды, ее взгляд, знаменитая улыбка, мягкий жест рук противопоставляются ее одеянию. Неужели за портретом что-то кроется и стоит лучше приглядеться? Неужели на портрете другая женщина? Ответ может быть смелым и ошеломляющим. Самый знаменитый в мире портрет вовсе не портрет, точнее сказать, портрет самого Леонардо да Винчи, его автопортрет. Различные исследователи установили поразительные сходства между чертами лица Джоконда и Леонардо да Винчи, изображенного на автопортрете. Были тщательно изучены характерные линии, черты лица и его выражения, сравнивали каждый штрих, профиль и блеск в глазах. Удалось установить связь между двумя портретами. Теория об автопортрете вполне возможно объяснение. Другая догадка, объясняющая простое платье и сходство портрета с самим Леонардо говорит о том, что на портрете изображена биологическая мать художника Катерина. Но существует и третья теория, не противоречащая двум другим, теория о гермофродитизме. Согласно этой теории в Джаконде Леонардо не только совместил образ своей матери со своим образом, но и достиг идеального синтеза мужского и женского начала. Результат его поиска идеального гермофродита был помещен во все описания той эпохи. Отображение того, как важна женщина в жизни мужчины и присутствующая во всем женское начало. Убеждения, относящиеся к более древней традиции, к гностикам. Убеждения, которые, благодаря многим знакам, в других работах мы можем отнести к Леонардо. Позиция, которую было опасно отстаивать. Представим себе, как бы могла церковь интерпретировать этот дерзкий поступок. Перед нами интерпретация сексуальности, которая открывает новые видения истории и излагает революционную и древнюю теорию полов. Теорию, враждебную христианскому догмату и западным ценностям. Вполне возможно, Леонардо был влюблен в Лизу де Джокондо. Его любовь была платонической и идеалистической, но Леонардо перенес ее в другую картину, ту, которая нам известна, и наделил ее самой прекрасной улыбкой в истории. Улыбкой, говорящей все свое молчание, улыбкой, превосходящей даже имя Леонардо, художника универсала. Улыбка Моны Лизы. Изучая многочисленные миры Леонардо, неизбежно сталкиваешься с настолько смелыми теориями, что кажется, будто они больше основаны на безграничном восхищении его гениальностью, чем на заслуживающих доверий исторических фактах. Одна теория, снискавшая популярность в последние годы, утверждает, что Леонардо был создателем священной плащаницы. И даже более того, согласно этой теории, на плащанице отображено лицо самого Леонардо. Богохульство. Леонардо и Туринская плащаница. Священная плащаница – полотно, на котором видны следы человеческого тела. Предположительно, это следы тела Иисуса после снятия воскресца. Плащаница упомянута в Библии, и для верующих это материальное, неопровержимое доказательство мучений и воскресения Спасителя. С наступлением вечера пришел из Аримафеи богатый человек по имени Иосиф, который был учеником Иисуса. Он попросил в понте Пилата отдать ему тело Иисуса, и Пилат согласился. Иосиф обернул тело в чистое льняное полотно и положил его в гробницу, высеченную в скале. Вход в гробницу он закрыл огромным камнем и ушел. Через три дня произошло чудесное воскресение. Согласно Евангелии, в гробнице Иисуса осталась только ткань, в которой было обернуто его тело. Священная плащаница до сих пор хранится в Туринском соборе в Италии и выставляется для всеобщего обозрения только каждые 20 лет. Чудо определяется как событие, выходящее за рамки известных нам законов природы, объясняемые вмешательством сверхъестественных божественных сил. Какая энергия могла сотворить такое четкое и детальное изображение? Существует одна версия официально непризнанной церковью, как достоверная, но способная объяснить происхождение плащаницы. Она гласит, что Бог Отец приблизился к телу Иисуса в момент Его воскресения и мощный тепловой поток выжиг образ Его Сына на ткани, в которую Он был завернут. Та же энергия не позволила льняному полотну сгореть в доказательство священности Иисуса. Даже если Бог действительно оставил на ткани, в которой было обернуто тело Его Сына, нестираемый вечный отпечаток, можно ли быть уверенными, что именно в эту плащаницу было завернуто тело Иисуса? С первого века и до наших дней иудеи хранят полотно, схожее со священной плащаницей. На этом полотне сохранились детали, совпадающие с теми, которые описаны в Библии. Тогда речь может идти о подделке, а ее автор должен был обладать огромным талантом и иметь способности ко многим дисциплинам, химии или алхимии, анатомии, истории, религии и оптики. Некто приближенный к власти и имеющий для работы вескую причину. Такой, как Леонардо да Винчи. Чтобы установить возможную связь между священной плащаницей и Леонардо да Винчи, прежде всего мы должны изучить обе истории. С одной стороны, надо знать, что Туринская плащаница собой представляет, что говорят о ней наука и история. С другой стороны, Леонардо необходимо проанализировать его научные и художественные эксперименты, которые он проводил во времена, когда плащаница появилась в Европе. И, наконец, попробовать проверить предположение. Итак, обратимся к истории священной плащаницы. Согласно Евангелии, после воскресения Иисуса плащаницу хранили первые христиане. Ранняя история плащаницы почти неизвестна. Существующие записи всего лишь домыслы, различные версии и бессвязная информация, которая не находит подтверждения. Достоверная история плащаницы берет свое начало с 1349 года, когда она оказалась у французского рыцаря Жуфроа де Шарни, который якобы купил ее в Константинополь. Позднее полотно перешло его внуку, когда он скончался, его вдова Жанна де Верджи показывала ее за деньги. Многие желали увидеть ее, прикоснуться к ней и преклониться перед чудесным творением, чей возраст исчислялся 13 веками. Но в 1370 году высокопоставленные представители церкви подвергли подлинность плащаницы сомнению. Им не нравилось использование чуда в коммерческих целях. В том же году влиятельный епископ Троя Андри де Пуатье запретил Жанне де Верджи показывать плащаницу, заявив, что это подделка. Может показаться, что подделка 1370 года была настолько очевидной и грубой, что ее быстро обнаружили. на плащанице, находящейся в Торинской церкви, выдержала и, по крайней мере, завела в тупик проводимые над ней исследования. Различные методы и передовые технологии дали противоречивые результаты, не позволив установить происхождение плащаницы, точнее, время и способ ее создания. В 15 веке прекращается официальное возражение против плащаницы. Были предъявлены папские документы, подтверждающие ее подлинность. Она была передана на хранение в церковь, где и находится по сей день. Момент, когда отношение церкви к плащанице изменилось, не стоит оставлять без внимания. В то время Европа была теократическим обществом. Завладеть такой священной реликвией, как плащаница, являлась признаком могущества. Факт ее существования мог усилить влияние церкви на народ. Тогда во главе церкви стоял папа Иннокентий VIII, правивший с 1484 по 1992 годы. Иннокентий VIII вошел в историю как один из самых безвольных и продажных понтификов. Ему необходимо было проявить свою власть. Возможно, тогда и было поручено подделать плащаницу так, чтобы она была достаточно правдоподобной и менее уязвимой ко времени. Необходимо было добиться такого качества отпечатка, на котором не обнаруживались бы следы кисти или краски. Надо было сочетать скрупулезность с неопределенностью, чтобы поразить воображение. В то самое время, когда реликвию заменили на плащаницу, которую мы знаем сегодня, жил и работал один гений Леонардо да Винчи. Перед священной плащаницей преклонялись многие поколения, но первую ее фотографию сделал итальянец Секондо Пьер в 1898 году. Это был авторитетный католический адракат, имевший тесные связи с церковной и королевской властями. Эта первая фотография, сделанная примитивным аппаратом-ящиком со стеклянными пластинами вместо пленки, открыла неожиданный факт, который до сих пор не смогли объяснить. На стеклянном негативе фотографии отобразилось четкое изображение деталей, которые раньше никто не видел. Раны, пятна крови и мученическое лицо Иисуса. Тут начались споры. Если бы негатив фотографии святой плащаницы отображал черно-белый образ, можно было бы сказать, что сама плащаница является превосходным негативом. А образ вычерчен на полотне и закреплен химическим процессом. Это не картина, но мы видим образ. Есть пятна крови, по составу не похожие на краску или краситель. Тонкие и толстые линии на полотне имеют одинаковую плотность и насыщенность. Образ Иисуса едва различим и больше напоминает негатив. Отпечаток имеет все характерные черты примитивной фотографии. Леонардо да Винчи пожалуй лучше всех своих современников знал строение тела человека и мог изобразить его. Но достаточно ли было знаний в области искусства и анатомии для подделки плащаницы? С точки зрения изобразительного искусства можно сказать, что да. Но как мы видим плащаница хранящаяся в Турине не картина, скорее она похожа на фотографию. здесь взаимосвязь Леонардо да Винчи с историей плащаницы проясняется, поскольку исследования света, проводимые Леонардо, могли бы служить техникой создания плащаниц. Ключ к пониманию возможной связи Леонардо со священной плащаницей это его эксперименты с камерой обскурой, линзами и зеркалами. Он придумал первую камеру обскура. Она представляла собой темную комнату с небольшим отверстием в стене. Известно, что позже он построил и успешно испытал машину для полировки линз. Одной из его задач было написать научную статью об оптике. Никто никогда не заходил в своих экспериментах так далеко, поскольку ни один художник не изучал человеческий глаз и свет с такой скрупулезностью как Леонардо. Глаза, свет, образ. Как образ запечатлеть? Более того, как сохранить мимолетный жест? Запечатлеть секунду на полотне это основа живописи, но также и сущность фотографии. Путь был долгим. В 15 веке свет видение предмета и отражения были непостижимыми феноменами, труднейшие нераскрытые загадки. Несколько веков до Леонардо арабские и греческие чернокнижники узнали, что под действием света нитрат и хлорид серебра темнеют. Это знание было основным и необходимым для проведения эксперимента по созданию фотографии, который, возможно, и является Туринская плащаница. Этот же химический феномен использовал в 19 веке Дагерн, создав Дагерротипию первый в мире способ получения фотографий. Кто обладал священной плащаницей в эпоху Леонардо? Исторические документы говорят нам, что она находилась в руках дома Савои, одной из самых знатных и влиятельных семей в Европе. Больше ничего не известно. Савои могущественный, знатный, имеющий связи. Род, которому, образно выражаясь, принадлежал и Леонардо. У Леонардо в Италии были два покровителя. Семейство Медичи во Флоренции, где началась его карьера, и с Форцем в Милане, где он проводил эксперименты с оптикой. Несмотря на свое скромное происхождение и то, что он был незаконорожденным, его талант снискал признание в самых высоких кругах общества того времени. Изучив генеалогию каждой семьи, оказывается, что они были связаны между собой. Две из них покровительствовали Леонардо. Третья семья владела плащаницей. Число свидетельств растет. Данные совпадают. Аристократия, как и церковь, являлись покровителями и постоянными клиентами Леонардо. Как ни странно, но Иннокентий Восьмой тоже был дальним родственником Медичи. Таким образом, вполне возможно, что Леонардо было поручено сделать правдоподобную копию плащаницы. То есть, практически разработать секретное политическое оружие. утверждение, что Леонардо создатель священной Туринской плащаницы, настолько же смелое, как и начало этого рассказа. Но теперь оно стало более реальным. Попробуем представить такую картину. Воссоздадим ее. Реконструируем способ, которым, возможно, воспользовался Леонардо для создания Туринской плащаницы. Это была задача, для решения которой ему понадобились все его знания и новые методы. Получить нитрат серебра было не слишком сложно. Далее это вещество при определенной температуре заливалось на полотно. Создавая камеру оскуру, Леонардо сделал комнату непроницаемой для света. Темнота внутри, свет снаружи. В стене этой комнаты он проделал небольшое отверстие. После выдержки вычерчивалась тень исходного образа на поверхности, чувствительной к свету. В этом заключалась разгадка. Когда он выбрал подходящий момент и открыл отверстие в стене, свет упал на полотно. Шли часы и на льняной ткани выступили пятна, которые поразительным образом превратились в изображение лица человека с волосами по плечи. Есть мнение, что образ на площанице является автопортретом Леонардо да Винчи. Если это правда, то предки Леонардо должны были быть семитами и он должен был иметь семитские черты лица, как и сам Иисус. Образа на площанице семитские черты лица. Леонардо был итальянцем и крещеным католиком. Однако за последние годы из музея Леонардо да Винчи, находящегося в доме Леонардо в городе Винчи, была получена поразительная информация. По словам директора музея, записи Леонардо содержат доказательства, подтверждающие, что Катерина, его биологическая мать, была рабыней родом со среднего власта. Арабка или еврейка, в любом случае семитка. Элементы, сделавшие эту историю возможной, уже представлены. Остается только разобраться в одном вопросе. Каков возраст плащаницы? Исходя из углеродного метода определения возраста, полотно плащаницы предшествует эпохе жизни Леонардо да Винчи. Дата ее рождения между 1240 и 1400 годами. Это могло бы разрушить теорию Леонардо, но довод весьма слабый. Такой гений, как Леонардо, не стал бы использовать полотно своего времени, а нашел бы старинную льняную ткань. В те времена нередко импортировались ткани со Среднего Востока. Достать такую ткань для влиятельных семей, к которым был приближен Леонардо, не составляло труда. Портрет Бога с чертами Леонардо. Разве это не величайшая насмешка над догматом? Чрезмерно заносчивый поступок, достойный гениального и избалованного художника? Или это была месть за выполненный заказ, под которым он не мог подписать свое имя? Если эта теория верна, его месть была исполнена с изысканным превосходством. В течение пяти веков плащаницы с его изображением поклоняются приверженцам религии, которую сам Леонардо ставил под сомнение. В течение пяти веков тысячи верующих христиан преклоняются перед образом великого фальсификатора, анатома, алхемика, создателя чудес, не верующего в их существование. Веками тайные общества меняли свои названия и направления. На сегодня многое известно о тамплиерах, масонах и даже о русокрусах, но практически ничего о приорате Сиона. Конспирация Леонардо и приорат Сиона Об этом обществе ничего не было известно до середины 20 века, хотя его история насчитывает много веков. Приорат Сиона одна из сторон жизни Леонардо да Винчи. Мы узнаем великого магистра, лидера и наставника. Связь между да Винчи и этой сектой открылась в 1975 году при обнаружении в Национальной Парижской библиотеке записи под названием «Секретное досье». В них Леонардо да Винчи именуется великим магистром и верховным лидером приората Сиона. Те, кто сомневались в подлинности секретного досье, обвиняли нескольких французов, увлеченных тайнами и загадками в написании этих документов и потерпевших полной фиаско. Несмотря на эти сомнения, информация, содержащаяся в этом досье, открыла завесу тайны общества и глубоко еретические взгляды приората Сиона. Веками приорат Сиона хранил страшную и опасную тайну, способную при ее подтверждении изменить известную сегодня суть христианства. Взгляды, угрожающие столпу христианской доктрины и веры. Это общество придерживается мнения, что, убежав от римлян и фарисеев, на юго-западе Франции Мария Магдалина забеременела. Там она прожила много лет после распятия Иисуса. Один из ее потомков, Меровей, основал первую династию королей франков, Меровинков, которые правили до падения римлян в 751 году нашей эры. Это всего лишь гипотеза. Но представим на мгновение, что бы произошло, если бы у Иисуса были дети, а эти дети в свою очередь оставили своих потомков. Это бы означало, что на земле остался божественный род, генетическая карта Сына Божьего. Если бы она существовала, известный нам сегодня христианский догмат ожидала бы катастрофа. Прямые потомки Иисуса могли бы потребовать власти у церкви, и если бы она им отказала, верующие помогли бы этого добиться. Если тайна тамплиеров действительно заключалась в этом, миссия приорадо Сиона, лидером которого предположительно являлся Леонардо, было не что иное, как защищать жизнь потомков Спасителя и передавать миссию хранителей Детей Бога из поколения в поколение. Разумно предположить, что Леонардо усеивал свои работы тайными символами, чтобы оставить знак своей принадлежности к тайному обществу, полагая, что только члены приорадо Сиона смогут понять это. Список людей, которые руководили организацией, содержал великие имена. Такие, как Исаак Ньютон, знаменитый писатель Виктор Бюго, музыкант Клод Дебюсси, художники Жан Кокто, а также Сандро Боттичелли, современник Леонардо. Остальную часть списка составляли люди из влиятельных аристократических семей Европы, наряду с известными алхимиками и оккультистами. В наши дни правителем приорадо Сиона был избран француз по имени Пьер Плантарда Сан-Кляр. Он утверждает, что является прямым потомком мировингов. Есть люди, уверяющие, что многие из перечисленных в этом списке имели кровную или дружественную связь с этой династией. Каким образом Леонардо удалось стать во главе такой могущественной и выдающейся сектой? Каждый великий магистр имел прямую связь, кровную или дружественную, с предшественником и с последователем. Согласно секретному досье, Сандро Боттичелли, великий художник, был приором, передавшим свои полномочия Леонардо Давиджи. Они не были друг другу чужими. Боттичелли и Леонардо были знакомы много лет. В первые годы знакомства они оба работали в мастерской во Флоренции, столице оккультной Европы. По эзотерическим порядкам папа стоит у власти до конца жизни. Но, в отличие от католических правил, здесь нет конклава, избирающего последователя. Действующий магистр должен был при жизни выбрать великих приоров. Подобно тайным школам Египта и Азии, это тайное общество предусматривало передачу правления магистром последователю для определения будущих лидеров. Когда в 1519 году Леонардо умер, в приорате Сиона уже был преемник. Канетабль де Бурбон, которому Леонардо перед своей смертью передал правление. К 1516 году он стал известным во всей Европе художником, которого признавали при всех королевских дворах и ценили во всех кругах общества. Его вклад в тайную компанию добавил ему престижа и влияние. В том же году король Франции Франциск I пригласил магистра поселиться в замке Клуб Блиссангуаза. Леонардо принял приглашение и поселился там с Салаем, Франческо Мелзи, слугой и двумя учениками. Без сомнения, это было великолепное предложение, которое решило множество проблем. Во-первых, так Леонардо смог покинуть Флоренцию, где он был уже давно известен. Некогда обожаемый город стал для него опасным. Но была и другая причина. Помимо своей любви к искусству, Франциск I привил во Франции кальвинизм, который конфликтовал с римской доктриной. Вероятно, это дало Леонардо возможность открыто выразить свои идеи, невзирая на церковь. Последние дни Леонардо говорят о том, как много он добился в жизни. Он был далеко от бедной деревеньки, в которой родился. Незаконорожденный ребенок покинул этот мир в достатке, в великолепном дворце, окруженный богатыми и влиятельными людьми, которые восхищались его. За несколько дней до смерти Леонардо позвал нотариуса, чтобы составить завещание и дать указания к собственным похоронам. Были выставлены странные условия и план церемонии, будто смерть была последней тайной, которая наконец откроется. В его последнем мистическом требовании было указано даже число и вес свечей, которые должны были гореть во время мессы в день его погребения. Престарелый художник сделал из последней церемонии своей жизни великое событие. В момент его смерти рядом с Довинчи находились три картины. Святой Иоанн Креститель, Святая Анна и знаменитый портрет улыбающейся женщины, которая, возможно, была настоящей Джокондой. Выбор был далеко не случайным. Картины стали последним посланием художника к потомкам, говорящим о его убеждениях. Иоанн Святой всех тайных сообществ. Святая Анна образ Великой Матери. И Джоконда образ Гермафродита, такой же загадочный, каким был сам художник. Со своим последним вздохом магистр исповедался перед священником, который выслушал его и дал причастие. Говорят, что во время исповеди он попросил прощения за создание картин, противоречащих традиции. Занавес его жизни упал на французской земле. Позади этого занавеса вечность, наконец Леонардо узнал, что есть за гранью жизни. В своих покоях в замке Клу, в отсутствии кровных наследников, с готовым завещанием, Леонардо имел достаточно времени подготовить свой разум к великому пути. к леонардо энс лев леонардо